Много ли мы знаем об истории и памятных местах своего города? Наверное, каждый хотя бы раз задавался таким вопросом. У школьников Славянского района возможность познакомиться с местами, хранящими память прошлых лет, есть благодаря экскурсионной работе, которую проводит Славянский историко-краеведческий музей. Сегодня экскурсионный автобус со школьниками из Славянского района отправился в путешествие по Славянску-на-Кубани. Наш город имеет большую историю. Память о ней навсегда запечатлена в монументах, установленных в разный временной период. Маршрут следования экскурсии на этот раз открывался памятником Таманской армии, расположенным на улице Набережной. Из рассказа опытного экскурсовода ребята узнали, что памятник имеет огромную историческую ценность. Это один из первых памятников молодой советской России. Его открытие состоялось 23 декабря 1923 года. Этот памятник, установленный в честь участников Таманского похода, стал главной достопримечательностью и символом города. Ребята были активными участниками беседы. Кто остался, ребята? Кто на фронт не ушел? Это кто? Женщины. Женщины, старики, дети. Следующей точкой остановки стала недавно установленная стела в честь освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков, которая расположена в районе завода Стеновой блок. Традиционно именно отсюда начинается митинг 23 марта, в день освобождения станицы. Память о той далекой Великой Отечественной войне хранит и монумент, называемый Пушка. Последним пунктом экскурсии стал самый большой на территории района мемориальный комплекс – парк 40-летия Победы. Мне на этой экскурсии понравился памятник Пушка. Как мы проходили по парку и нам говорили о войнах Великой Отечественной войны. Я узнала, что наши пушки самые мощные были. И как солдаты их катили к нужному месту вручную, без любой машины. Много нового я узнала на этой экскурсии. Про Пушку, про Катюши, когда их взрывали, когда немец был близко, чтобы они не узнали наш объект. У нас есть труд, мир, у нас есть все, что нужно для проживания. Благодаря нашим соотечественникам, которые защитили нашу Родину. Мария Горошкова, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова